Смарт-ридинг. Книги в кратком изложении. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. Автор Дэвид Аллен. Как получать максимальную отдачу от затраченных средств и энергии и браться за новое дело, не оставляя хвостов. Как научиться отделять важные дела от тростепенных, правильно ставить цели, определять приоритеты, планировать и экономить время? И можно ли эффективно работать и при этом жить в свое удовольствие? Ответ однозначный – да. Один из самых влиятельных экспертов в области продуктивности Дэвид Аллен рассказывает о методике повышения эффективности работы. Искусство получать результат. Большинство людей считают, что у них слишком много работы и слишком мало времени на ее выполнение. В наше время люди повысили качество жизни, но при этом вырос и уровень стресса. В прежние времена результаты труда были очевидными. Поля нужно было вспахивать, машинами следовало управлять. Сегодня большая часть проектов не имеет четких рамок. Люди работают одновременно над несколькими задачами, но даже будь у них вся жизнь на их выполнение, им не удалось бы довести задуманное до совершенства. Сегодня цели работы становятся расплывчатыми. Люди воспринимают колоссальные объемы информации и оказываются неподготовленными к их обработке. Большинство стрессовых ситуаций обусловлено неверной реакцией на обязательства, которые люди дают или принимают. Каждый компромисс, заключенный вами с самим собой, откладывается у вас в подсознании. Все, что вас не устраивает и, по вашему мнению, находится не на своем месте, это не замкнутые циклы, отвлекающие внимание. Если что-то занимает ваши мысли, то ваше сознание не свободно. Поэтому все, что вас гложет, следует объединить в четкую систему вне вашего сознания, так называемую накопительную корзину, к которой вам придется регулярно возвращаться. Кроме того, вы должны уяснить суть задачи и решить, что нужно для ее выполнения. Опишите на бумаге проект или ситуацию, больше всего занимающую ваше сознание. Теперь кратко напишите успешный результат, который принесет вам решение этой проблемы или выход из сложившейся ситуации. Ответ может быть прост. Например, отдохнуть на Алтае, наладить отношения с клиентом Х и тому подобное. Теперь запишите первоочередные действия. Вы наверняка ощутите хотя бы незначительный прилив уверенности в своих силах, спокойствии и концентрации. Также вы обнаружите новые мотивы, побуждающие вас что-то предпринять для улучшения ситуации. Естественно, дело еще не доведено до конца. Но вы уже сформулировали четкое определение желаемого результата и первоочередных действий. Дела, требующие выполнения, но для которых вы еще не определили желаемый результат и первоочередные действия, это рутина. Пока вы не преобразовали рутину в задачи, поддающиеся контролю, ее невозможно контролировать. Нужно собрать воедино все проблемы, а затем обдумать их. Но перед этим следует научиться освобождать сознание. У большинства людей есть десятки дел, но они не знают, какие именно шаги следует предпринять в первую очередь. И распространенная жалоба на отсутствие времени вполне понятна, потому что многие проекты кажутся неосуществимыми. Некоторые действия, необходимые для того, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки, занимают всего одну-две минуты. Дела не могут сдвинуться с мертвой точки, потому что четко не определен путь достижения результата. Вероятно, за последние несколько минут ваше сознание отвлекалось, потому что обратилось к какой-то неразрешенной проблеме. Если вы не положили напоминание о ней в надежную корзину, то, вероятнее всего, начали переживать. Ваше сознание постоянно напоминает о разных вещах именно тогда, когда вы не можете повлиять на них. По мнению вашего мозга, вы должны прямо сейчас приступать к необходимым действиям. И когда этого не происходит, рождается всепроникающий фактор стресса, источник которого нельзя нейтрализовать. Большинство людей пребывают в состоянии ментального стресса так долго, что уже не осознают этого. Они поймут, какое бремя насилие только тогда, когда избавиться от него. Пять шагов завоевания контроля над рабочим процессом. Выполнение работы можно разделить на отдельные стадии. Мы собираем все проблемы, занимающие наше внимание, уясняем их суть и решаем, какие шаги предпринять, организуем результаты, которые рассматриваем в качестве альтернативных вариантов программы действий. Перечисленные этапы позволяют согласовать все, что занимает наше внимание в каждый конкретный момент. Одна из основных причин, по которым многим людям не удавалось организовать себя, состоит в том, что они пытались выполнить все этапы одновременно. Чаще всего это происходит, когда человек садится составлять список, пытается перечислить самые важные дела и при этом не указывает почти никаких конструктивных действий. Многие дела накапливаются сами собой, но в то же время в вашем сознании существуют проблемы, которые требуют разрешения уже давно. Блокнот с набросками новых стратегий, лежащий в куче бумаг у вас на столе, сломанные приборы, пылящиеся в ящиках того же стола, старые журналы на тумбочке – все это попадает в категорию рутины. Чтобы грамотно управлять этим складом незавершенных циклов, попытайтесь заключить их в специальные контейнеры до тех пор, пока у вас не появится пара минут, когда вы сможете решить, что они собой представляют и что нужно предпринять для завершения циклов. При этом вы должны регулярно освобождать эти контейнеры, чтобы они оставались надежными инструментами сбора неразрешенных проблем. Примерами некой обобщенной корзины для входящих сведений могут служить следующие инструменты – лоток для писем, электронные носители информации, диктофоны, электронная почта. Условия эффективного сбора информации. Рассмотрим три необходимых условия эффективного сбора информации. Каждый незамкнутый цикл нужно поместить в систему сбора информации. Старайтесь обходиться минимальным количеством емкостей для сбора информации. Вы должны регулярно освобождать корзины для входящей информации. Инструменты сбора информации должны стать частью вашего жизненного стиля. Держите их под рукой, чтобы можно было зафиксировать любую мысль, которая может оказаться полезной независимо от того, где вы находитесь. Например, можно использовать свой телефон. Реальная возможность усовершенствовать процесс сбора информации, упорядочить рукописные материалы и содержимое настольных лотков. Если вы не очищаете корзину входящей и не обрабатываете накопленную рутину, то корзины служат только для накопления груды материала. Пошаговое мышление является самым важным уроком организованности. Многие проблемы — это масса сообщений, сваленных в ящик. Существует три способа разобраться с ними. Понять, что это мусор, и выбросить их. Внести документы в список «когда-нибудь, может быть». Упорядочить напоминания, занеся их в блокнот. Все детали, планы и сопутствующая информация, которая может понадобиться в ходе работы, должна храниться в отдельных папках, файлах или блокнотах. Материалы по проектам, предполагающим активные действия, нужно будет просматривать чаще. В календаре следует отмечать действия, которые следует совершить в определенное время. Действия, которые следует совершить в определенный день, без конкретизации времени. Информацию, приуроченную конкретным датам. В календаре должны быть только три указанных категории напоминаний. Если вы будете знать, что и когда нужно сделать, то у вас появится простор для маневра. Полезная привычка. После того, как пометите в календаре задачу как выполненную, проверяйте, какие еще проблемы требуется решить. Все незамкнутые циклы нужно пересматривать раз в неделю. Большинство людей чувствуют удовлетворение от своей работы после того, как привели в порядок, завершили, прояснили и пересмотрели все соглашения с собой и с окружающими. Делайте это раз в неделю, а не раз в год. Планирование. Чтобы мелкие дела продвигались в нужном направлении, следует думать о крупных. Основными составляющими контролем над ситуацией являются четко сформулированные результаты и первоочередные действия для их осуществления, а также напоминания, объединенные в надежную систему. Для того, чтобы совладать со сложными ситуациями, требуются детальные планы. Самый опытный планировщик в мире – это мозг. Сознание проходит пять стадий при выполнении практически любого задания. Определение цели и принципов, формирование картины конечного результата, мозговой штурм, организация, определение следующих действий. Давайте рассмотрим каждую из них. Цель. Знание и понимание цели любой деятельности составляют основу ясности творческого развития. Если вы не уяснили цель своей деятельности, то у вас никаких шансов на победу.